Доброе утро, друзья. Я снова рада побывать в вашей студии. Сегодня я пришла с композициями для Нового года. Хочу рассказать, что можно сделать, какое нужно украшение для новогоднего стола. Да, тем более, что это большая на сегодняшний день проблема. Все думают не только про блюда, но и, конечно же, про то, как оформлять нужно. Что и из чего это все можно сделать? Композиции новогодние бывают разные. Они могут быть и в корзинах, в коробках, либо какие-то венки. И украшать не только новогодний стол, какие-то комоды или же офисные столы, где также будут украшать само помещение. Я сегодня принесла композиции, допустим, первая круглая композиция, она полностью из натурального материала. Здесь у нас в составе идет такая ягода, как илекс, и также обычная туя. Какие-то веточки, ну и декором я добавила такую красную новогоднюю свечку. Но я так понимаю, гостям нужно говорить сразу, что кушать нельзя? Конечно, конечно. Потому что можно испортить себе праздник, просиди в одном месте. Да, ну, как бы композиция очень такая маленькая, аккуратненькая, она не будет мешать на новогоднем столе. Свечку можно зажечь, будет очень красиво. И сама цветовая гамма, как бы, году петуха очень подходит. Красные, яркие, насыщенные оттенки. Прямо в таком форме даже какого-то гнезда. А как-то еще можно использовать, например, что-то наложив сюда, может конфеты какие-то положить? Можно кинуть пару конфет, можно даже каких-то орехов, что-то такое, чтобы яблочек, можно маленьких красных добавить. Будет дополнительным декором. И, как бы, сервировка стола. Также можно композиции... Салат не насыпать. Сегодня мне, кстати, предлагали освободить свободное место, здесь можно поставить чашку с оливье. Ну, то есть, как бы, мне советовали коллеги. Да, можно и так. Композиции бывают не только круглые, но также они могут быть любой разной формы. Вот, как, допустим, такая композиция со свечами. Свечи я выбрала почему-то в форме сердца, но так настроение такое. Хочется, да? Да. И она может быть как бы в длину стола стоять. Можно ее, в принципе, даже и на комод где-то поставить, чтобы она не мешала. И здесь точно так же идут натуральные материалы. Это идет хлопок натуральный, шишки, которые мы взяли, покрасили в белые оттенки и немножечко приукрасили, оттенели красными свечами. И, как всегда, это все скрепили. Как всегда, это все скрепили, да, наши ручки. И получилась такая композиция. Вот, например, если у нас такой вот стол, да, можно как использовать? Вдоль положить? Я советую поставить в длину, допустим, эту композицию, где она будет каким-то дополнительным декором. Даже вот в студии неплохо будет стоять, где можно поставить чашечку чая и пообщаться как бы с гостями в студии. Ну вот, отличные варианты, на самом деле. А как еще можно оформить, если, например, стол небольшой, но хотелось бы что-то все-таки сделать? Какие, может, элементы даже положить? Какие-то элементы. Ну, и как бы я бы это видела, я бы поставила какую-нибудь маленькую чашечку с кофе, из-под кофе, вернее. И туда поставила маленькие веточки хвои и какие-то ягодки, или бы одну розочку. Где она стояла бы маленькая и не мешала бы, как бы, на столе этой всей остальной сервировке. Ну, видим, у человека, который творчески мыслит, сразу все решения есть. Вика, еще такой вопрос. Вот используем, да, различные материалы природные. Есть ли какие-то опасения, либо вот материалы, на которые может быть там аллергия или еще что-то, чем можно испортить себе праздники? Что не стоит использовать? Аллергия, ну, допустим, хвоя, аллергия может быть пойти, если человек уколется. Вот у меня на хвою аллергия, пью лекарства. Нужно аккуратно. Ну, и также опасаться, допустим, вот по поводу, кстати, композиции с эликсом, нужно оберечь от котов. Это товарищи, которые успевают везде все попробовать, покусать и погрызть, поэтому нужно контролировать. То, конечно, лучше использовать искусственный декор. Сейчас в наличии можно купить все, что угодно, искусственные ягоды какие-то, и все это будет безопасно даже для окружающих в семье и так далее. То есть, таким образом не испортим праздник. Поэтому, друзья, если не знаете точно, на что же аллергия может быть, не рискуйте в новогоднюю ночь. Пускай она будет вам хорошей, запоминающей и запомнится чем-то другим. Ну, что ж, Вик, на самом деле увидел очень много для себя даже нового, потому что хлопок, я не знал, что можно его где-то купить в таком виде. Хлопок продается целой веточкой, здесь я его разделила. Также, кстати, красиво очень будет смотреться хлопок, просто поставить три ветки хлопка в простую стеклянную вазу. И существует такое, как бы, поверье, что хлопок в доме, он приносит прибыль и благополучие. И, как бы, вам рекомендую приобретать хлопок. Он с дополнительным декором идет в квартире и смотрится довольно-таки неплохо. И не портится. Многовечный, долговечный. Ни на один праздник, ни на один Новый год можно использовать. Это правда. Ну, что ж, отлично. Вариантов действительно много. Также зрители «Время от времени» видели различные варианты и на экране. Поэтому, друзья, оформляйте свой новогодний стол. И помните, что новогоднее настроение вы создаете себе сами. Не надейтесь ни на кого. Создавайте его для себя и для родных. Нагадую еще раз, что сегодня спілкувалися стосовно оформления новоречного стола. И с Викторией Халиловой, нашим постоянным гостем, уже другом программы «Новый день». Дякую Викторовичу за то, что заветовали сегодня до студии.